Для продолжения курса потребуется знание работы сети, а это огромный пласт знаний. По сетям в интернете материала, наверное, больше, чем по линуксам. Но я все же постараюсь объяснить основы, и по мере продвижения курса буду затрагивать различные детали работы сети, связанные с той или иной темой. Сразу предупрежу, что я очень сильно упрощаю, так как это не курс по сетям. Я расскажу только то, что считаю необходимым на данном этапе. Если вы смотрите это видео в интернете, вы уже знаете, зачем нужна сеть. Разве что стоит отметить, что почти все компании имеют какие-то внутренние сервисы, и для них организуется так называемая локальная сеть. Но мы еще к этому придем. Итак, для того, чтобы различные компьютеры с разными операционными системами и программами могли взаимодействовать между собой, существует сетевая модель, называемая OSI, которая определяет стандарты. Эта модель делит взаимодействие на шаги, так называемые уровни, и каждый уровень имеет свои правила. Набор этих правил определяет, как именно должно происходить взаимодействие, и называется протоколом. Название каких-то протоколов вы наверняка уже где-то видели. IP, DNS, HTTP. Хотя стандартная модель OSI предполагает 7 уровней, администраторы чаще всего работают со вторым, третьим и четвертым уровнями, и объединяют пятый, шестой, седьмой уровни в один, чаще всего называя седьмым. Первый уровень, физический, предполагает стандарты и технологии для физического взаимодействия. Технологии бывают разные, Ethernet, Wi-Fi, оптика. Для работы с сетью на каждом компьютере имеются сетевые адаптеры, чаще всего это Ethernet адаптер, ну и Wi-Fi на ноутбуках. Скорее всего, по работе вы будете взаимодействовать с Ethernet. Для соединения одного компьютера с другим используются кабели определенных категорий, чаще всего в наше время это CAD-5. Он состоит из 8 медных проводов, по которым и ходят сигналы. Кабели скручены по два, по определенному стандарту, и такая пара проводов называется витой парой. И по работе бывает нужно обрезать эти кабели до нужной длины, вставлять их в коннектор и обжимать. Погуглите обжим витой пары, посмотрите видео на ютубе, так как новичков часто спрашивают об этом на собеседованиях. CAD-5 поддерживает до 1 гигабита в секунду. 1 gbps. gbps означает gigabits per second. Скорость работы сети исчисляется в битах, и чтобы понять пропускную способность в байтах, просто делите на 8, так как 1 байт это 8 бит. То есть CAD-5 в идеале может передавать файлы со скоростью 1024 деленная на 8, 128 мегабайт в секунду. Но на самом деле чуть меньше, так как окружение все-таки влияет. На втором уровне, который называется канальным, компьютеры могут различать друг друга. Для этого на каждом сетевом адаптере, на каждом порту есть специальный MAC-адрес. Он выглядит как 12 букв и цифр, поделенных двоеточиями по 2. Он уникальный и выставляется производителем адаптера еще на заводе. Так как MAC-адрес позволяет опознавать другие компьютеры, можно подключить больше компьютеров друг к другу. Компьютеров может быть много, но нереально на каждом компьютере иметь сотни портов и прокидывать тысячи кабелей от одного компьютера к другому. Чтобы связать несколько компьютеров в одну сеть, чаще всего используются коммутаторы, в простонародье свечи. В простом варианте это устройство, имеющее кучу портов от 4 до 96, если не говорить о каких-то редких случаях. Если не хватает или устройство расположено на разных этажах, можно подключать несколько свечей друг к другу. В свечах есть как минимум таблица MAC-адресов. Свеч запоминает, за каким портом находится какой MAC-адрес. Когда один компьютер хочет связаться с другим, он обращается к определенному MAC-адресу. Свитч это видит и связывает два устройства через свои порты. Но такой подход годится, когда компьютеров не слишком много. Десяток, сотня, не более. Компьютеров может быть очень много. Некоторые могут менять MAC-адрес, скажем, после замены на сетевого адаптера, да и в целом работать с MAC-адресами неудобно. Поэтому MAC-адреса используются только в локальных сетях. Скажем, у вас дома есть несколько устройств или в небольших офисах, в отделах больших компаний и там подобное. Представьте небольшой город. Каждое здание – это один компьютер. Локальная сеть – это уличные дороги, связывающие здания. Так вот, третий уровень модели OSI – сетевой. На нем вводится понятие IP-адрес. У каждого компьютера в локальной сети есть IP-адрес, как и у каждого здания в городе есть свой адрес. IP-адреса позволяют взаимодействовать с компьютером, находящимся в разных сетях. На самом деле, они и в локальных сетях используются, просто компьютер находит соответствующий MAC-адрес по IP. Есть различные версии протокола IP – IPv4 и IPv6. Более популярный и простой – IPv4, и мы поговорим о нем. Итак, IP-адрес состоит из четырех чисел, разделенных точкой. Числа от 0 до 255. То есть, технически IP-адрес состоит из 4 байт. Каждый байт может уместить 8 бит, а каждый бит принять 2 значения. Итого 2 в восьмой степени. Получается около 4 миллиардов адресов. Но этого не хватает. У одного компьютера может быть несколько адресов. У каждой виртуалки свои адреса, телефоны и прочие устройства. В общем, много всего. Но сеть позволяет сделать так, чтобы у разных компьютеров были одинаковые адреса. Правда, не в рамках одной локальной сети. Скажем, у большинства населения по домам одинаковые IP-адреса. Допустим, 192.168.0.100. Из примера с городом в разных городах могут быть одинаковые адреса. Скажем, улица линия на 20. В одном городе так делать не стоит. А в разных – без проблем. Чтобы компьютеры могли понять, какой адрес находится в их сети, а какой в другой, есть маска под сети. Она указывается рядом с IP-адресом. Она тоже состоит из четырех чисел, разделенных точкой, также имеющих значение от 0 до 255. Для примера возьмем самую популярную маску. Скорее всего, используемую у вас дома. 255.255.255.0. Последнее число 0 говорит о том, что у вас в сети может быть 256 значений, то есть 256 адресов. Но на самом деле первое и последнее значение зарезервировано. В данном случае 0 используется как адрес сети, как адрес самого города. А 255 – бродкаст. Способ обратиться ко всем компьютерам в этой сети. Скажем, если у вашего компьютера IP-адрес 192.168.0.100 с маской 255.255.255.0, то для него локальной сеткой будут компьютеры с адресами от 192.168.0.1 до 192.168.0.254. Адресом сети будет 192.168.0.0. А бродкаст адресом будет 192.168.0.255. Кстати, нередко маску пишут как слышь 24. Это означает, что первые три числа – 255. А это максимальное значение 8 бит. 8 плюс 8 плюс 8 – 24. Не будем усложнять тему подсетей на сегодня, поэтому продолжим. Почему именно 192.168? Есть список зарезервированных IP-сетей, выделенных для частного пользования в домах или компаниях. И придя в гости или в какие-то компании, вы будете натыкаться на схожие подсети и IP-адреса. Так вот, допустим, компьютер видит, что какой-то IP-адрес находится в другой сети. Как он к нему обратится? Для этого есть такой механизм, как маршрутизация. В простонародье – раутинг. Обычно для этого используют маршрутизаторы или раутеры. Как, например, ваш домашний роутер. Он находится с вами в одной сети. Но у него есть выход и в другую сеть. Благодаря чему он может связывать компьютер вашей сети с компьютерами другой. Обычно роутерам дают граничные IP-адреса – либо 1, либо 254, чтобы было понятно, что это роутер. А на компьютере при настройке IP-адреса также можно указать кейтвей – шлюз. И тут указывается адрес роутера. Если вы его указали, компьютер при необходимости связи с другой сетью будет обращаться к роутеру. А тот будет связываться с той стороной. Но роутер не будет передавать MAC-адреса, только IP-адрес. И интернет в сильно упрощенном виде – это набор роутеров и свечей. В домах стоят роутеры, которые подключены к роутеру вашего провайдера. А он соединен с роутерами других провайдеров. И все эти связи формируют интернет. При этом посмотрите на схему. У домашних компьютеров могут быть одинаковые адреса. Из интернета нельзя попасть в домашнюю сеть 192.168.0.0, так как она зарезервирована для частного пользования. И любой желающий может ее у себя поднять. Но при этом у вашего роутера есть и внешний адрес. Например, 5555. И когда вы выходите в интернет, ваш роутер подменяет ваш адрес на свой внешний, чтобы вам могли ответить. Такая технология называется NAT – преобразование сетевых адресов. Скажем, если веб-сайт увидит запрос от 192.168.0.100, то он не будет знать, кому посылать ответ. Но ваш роутер при запросе подменяет IP-адрес. Веб-сайт видит адрес 5555 и отвечает ему. А роутер перенаправляет ответ вам, так как при NAT он запоминает ваш запрос и ждет на него ответ. При этом веб-сайт или любой другой компьютер в интернете не могут напрямую обратиться к вашему компьютеру. Опять же, потому что 192.168.0.0 недоступен из интернета. Другие компьютеры могут обратиться к вашему внешнему адресу 5555. Но роутер сам по себе не будет перенаправлять запросы на ваш компьютер, так как это слишком опасно. В интернете много вредоносных программ. Да и NAT позволяет держать за одним внешним IP-адресом множество компьютеров. Скажем, ваш телефон, компьютер, ноутбук и телевизор в интернет выходят с одного адреса. В компаниях так делают сотни и тысячи компьютеров. Безопасность и экономия IP-адресов. Внутри компании может быть множество сетей. Например, сеть для серверов и сеть для пользователей. В таких случаях NAT обычно не используется, так как бывает нужно, чтобы и пользователи могли достучаться до серверов, и сервера могли подключиться к компьютерам пользователей. Поэтому внутри компании не используют одинаковые IP-адреса для сетей. Так вот, все это был уровень 3 модели OSI. Layer 3 или просто L3. Первые 3 уровня формируют карту подключений, как дороги в городах. Есть дома, у каждого дома свой адрес, каждый дом находится в каком-то городе. И чтобы добраться из одного города в другой, надо поехать к выходу из города. Оттуда доехать до другого города и потом до нужного дома. Компьютер, роутер, другой роутер, другой компьютер. Но суть сетей не в том, чтобы доехать куда-то, а в том, чтобы доставлять посылки, ну или по компьютерному пакеты. Компьютеру 1 надо доставить пакет до компьютера 2. И тут мы добираемся до уровня 4, транспортный. Посылки ведь бывают разные, и их можно доставлять по-разному. К примеру, в американских фильмах почтальоны у дома бросают газеты по утра. Подует ветер, унесет собака или еще что. Не страшно, всего лишь газета. Допустим, в сетях так работает доставка пакетов времени, NTP. Ваш компьютер может запрашивать у сервера текущее время. И сервер отправляет вашему компьютеру ответ. И это происходит, допустим, раз в 10 минут. Но если вдруг ваш компьютер не получит ответ, небольшой сбой в сети, ничего страшного. Вы все равно через 10 минут заново запросите. То есть пакет отправляется, но отправителю не нужно знать, доставился ли пакет или нет. Такой протокол доставки называется UDP. Но зачастую в пакетах может быть важная информация, и потерять ее не хотелось бы. В таких случаях используют другой протокол – TCP. При TCP-соединении отправитель должен убедиться, что пакет дошел. Для этого он ждет подтверждения от второй стороны. И если в течение определенного времени ответа нет, он заново отправляет копию пакета. На этом же уровне мы с вами познакомимся с такой вещью, как порты. Не физические порты, а TCP или UDP порты. Если компьютер – это дом, то порт – это квартира в этом доме. И абсолютно все дома многоквартирные. Вы не можете просто принести пакет и положить в дом. Курьер должен забрать от двери и доставить до двери. За каждой дверью живет определенный человек, выполняющий определенную задачу. Допустим, когда вы заходите на сайт через браузер, ваш компьютер использует какой-то порт для отправки запроса. Браузер знает, что с сайта выдает веб-сервер, а он живет на 80-м порту. И курьер идет в определенный дом с таким-то IP-адресом и стучится в 80-ю дверь. Ждет сколько-то. Если веб-сервис действительно там живет, то он отвечает курьеру. Отдает ему пакет и курьер возвращает обратно ответ на тот порт, с которого был отправлен запрос. Если же никого за 80-й дверью нет, грустный курьер возвращается ни с чем. И браузер говорит, что не смог достучаться до веб-сервера. Портов может быть 65 тысяч. При этом обычно для приема используются 3-4 порта. А порты для исходящих запросов выдаются динамически и зависят от количества соединений. И тут же познакомимся с таким понятием, как firewall. Вы можете не хотеть, чтобы кто-то кроме вас или определенные люди могли подключаться к каким-то портам вашего сервера. И вы можете поставить вахтера, который будет встречать курьеров на входе в дом. Если кто-то не будет соответствовать ее правилам, она просто запретит курьеру входить. Правило обычно выглядит так. От каких адресов к каким портам есть доступ или к каким нету. Такие firewallы называются персональными и стоят в самой системе. Очень часто на роутерах ставят сетевые firewallы. Они уже проверяют на входе в сеть. Все равно, что посты на въезде в город. За TCP и UDP портами уже находятся сами приложения. Обычно это какие-то демоны в системе. Это уже пятый, шестой и седьмой уровни модели OSI. Один порт, одна программа, но у программы может быть несколько портов. Допустим, веб-сервер используют как 80-й порт, так и 443-й. Есть стандарты, какие программы за какими портами живут. Это можно поменять, но зная, что делаешь. Скажем, если поменять стандартные порты веб-сервера, то браузеры не будут открывать сайты, пока не укажешь в браузере порт вручную. Но обычные пользователи этого не знают. И откуда им знать, на какой порт вы поменяли? На этом уровне уже работают программы. Тот же самый веб-сервер и браузер. Обе программы для взаимодействия используют протоколы, например, HTTP. Как и браузеры могут быть разные, так и программы на серверах, выступающие веб-сервером. И именно использование единого протокола HTTP позволяет всем работать со всеми, независимо от браузера или веб-сервера, или операционной системы. Итак, мы с вами вкратце рассмотрели модель OSI. Когда один компьютер пытается послать что-то другому, этот процесс напоминает упаковку коробок и отправку. Для примера, вы хотите открыть какую-то страничку в интернете. Ваш браузер упаковывает ваш запрос в коробку, на которой пишет информацию согласно протоколу HTTP. Дальше ваша операционная система берет эту коробку, наклеивает на него еще одну наклейку, в которой добавляет информацию по протоколу TCP, с какого source-порта был отправлен запрос и на какой destination-порт. Потом добавляет еще одну наклейку, с какого IP-адреса был запрос и на какой. Потом еще одну наклейку, с какого MAC-адреса и на какой. Потом компьютер преобразует полученный пакет в 0 и 1 и отправляет на свитч. Весь этот процесс называется энкапсуляцией. Свитч преобразует начало и смотрит, на какой MAC-адрес нужно отправить. На роутер. Видит в таблице MAC-адрес роутера. 12-й порт. Свитч отправляет на роутер. Роутер раскрывает начало и смотрит, а на какой адрес нужно отправить. Допустим, этот адрес роутеру неизвестен. Он отклеивает наклейку L3 и клеит свое, заменяя ваш IP-адрес на свой для НАТО. И оставляя вашу наклейку у себя в архиве. Дальше отправляет на свой шлюз. Другой роутер. Другой роутер тоже раскрывает, смотрит, не знает, отправляет на свой шлюз. Третий роутер. Где-то в промежутке есть еще свитчи и еще роутеры. И так десятки раз, пока не дойдет до нужного сервера. В итоге доходит до нужного роутера, который видит нужный сервер в своей сети. Он переклеивает наклейку с MAC-адреса и отправляет на нужный сервер. Сервер преобразует нули и единицы в данные и видит свой MAC-адрес. Понимает, что это ему. Начинает дальше отклеивать наклейки. Видит, что запрос пришел на его IP-адрес. Снимает еще одну наклейку. Видит, что TCP порт 80. За последними двумя шагами следит firewall. А можно ли доставлять пакеты на 80-й порт с этого IP-адреса? Если можно, пакет по итогу доходит до веб-сервера. Потом веб-сервер готовит ответ, распихивает по разным пакетам, начинает энкапсулировать и отправлять на свой роутер. И весь этот процесс происходит в доли секунд, прозрачно для пользователя, проходя огромные расстояния через сушу и океаны. Ладно, как два компьютера общаются, разобрались. Теперь стоит упомянуть два важных протокола, обеспечивающих удобство работы. Без них можно, но сложно. Начнем с DCP. Этот протокол позволяет выдавать IP-адреса динамически. В отличие от MAC-адреса, IP-адрес не выдается на заводе. На каждом компьютере он настраивается отдельно. Но нельзя же каждому пользователю вручную писать свой адрес. Во-первых, это требует определенных знаний. Во-вторых, просто неудобно, когда у вас большое количество компьютеров. Поэтому очень часто в сети есть DHCP-сервер. Им может быть и домашний роутер, и умный свитч, и даже отдельная виртуалка с Linux. Когда какой-то компьютер подключается к сети, он отправляет всем в этой сети специальный запрос. Мол, есть ли в этой сети DHCP-сервера. Этот запрос видит DHCP-сервер и отвечает пользователю. DHCP решает, какой именно IP-адрес выдать из свободных. И дает пользователю этот адрес. Вместе с маской под сети, адресом шлюза и другими настройками. На серверах обычно IP-адреса выдаются статически. То есть вручную и на постоянно. А на компьютерах пользователей динамически. То есть эти адреса могут измениться при следующем включении. Второй протокол, DNS, преобразует IP-адреса в имена. Имена в IP-адреса и не только. Вы же в браузере не пишите IP-адрес Google. У Google серверов много. Откуда вам знать и зачем вам помнить их IP-адреса? В браузере вы пишите доменное имя, к которому хотите подключиться. Google.com При этом ваш браузер отправляет DNS-запрос на специальные сервера. Они у вас также настраиваются при настройке сети. Могут выдаваться с DHCP-сервером. Так вот, написали вы в браузере Google.com. Ваш браузер отправляет запрос с этим именем на прописанный в системе DNS-сервер. DNS-сервер либо знает этот адрес, либо обращается к другим DNS-серверам, которые также могут обращаться дальше, пока не найдут ответ, кто же находится за этим именем. В итоге DNS возвращает вам IP-адрес и ваш браузер отправляет HTTP-запрос на этот адрес. Сеть – громадный и сложный механизм, который для конечных пользователей упрощен до уровня выключателя. В средних и больших компаниях сеть администрирует целые отделы сетевых администраторов, которые изучают сети годами. Для администрирования Linux-серверов такого объема знаний не нужно. Однако само понятие «сервер» предполагает, что к нему будут подключаться другие компьютеры, будь что в локальной сети или по интернету. И поэтому администратору нужны знания работы с сетью. С изучением дальнейших тем и опытом придет более глубокое понимание.